Я однажды водил нефтянника по магазинам в Нью-Йорке. Он мне говорит, мне корешам галстуки купить надо. Он такой, у него назря, он подтягивает ее, все равно. Говорит, корешам, помоги в Ханты-Мансийске в галстуке купить. А я думаю, поведу его в Версачи магазин, потому что Версачи это очень яркая мода. И более несочетаемого, чем Версачи и Ханты-Мансийск, я для себя не смог подобрать. Вот такую шутку придумал я. Я, мол, зайдет он со мной в Версачи и спросил, по чем галстуки? А это очень дорого. Я ему отвечу, 200 долларов. Он мне скажет, ты что, дурак? А я его завожу, говорю, ну смотри, а там яркие цепи золота. Он говорит, нормально. Он говорит, вот для наших корешей нормально будет. По чем? Я говорю, 200 долларов. Он говорит, нормально. Я ему говорю, ты что, дурак? Пойди за углом за 5 долларов такие точно купи. Он говорит, ты что, я кореша покупаю, ты что? Ну, знаете, кореша в Ханты-Мансийске, они когда рыбу удят в галошах, вот у них без Версачи не ловится. И я его веду по магазину. Продавщица этого магазина запомнила эту покупку на всю жизнь. Я вам должен сказать, потому что у нее же не было корешей из Ханты-Мансийска никогда. Если два американца придут, купят три галстука, они попросят скидку, это будет удачный день для магазина Версачи. Обязательно три доллара добьются, чтобы была скидка, будут счастливы всю оставшуюся жизнь, что они три доллара скинули, расплатятся карточкой и уйдут. К чему я это говорю? Чтобы было понятно, почему продавщица на всю жизнь запомнила следующее. Висят галстуки по 25 метров, два ряда, как на брусьях. Он ей говорит, эти четыре, эти вот так и последние четыре метра. Продавщица это все вешает на руку. Галстуки, 47 галстуков. Она повесила на руку. И я удивляюсь, почему она не удивляется, потому что это не, так сказать, очень необычная ситуация для продавщицы. Потом я понял, почему она не удивлялась, когда она задала вопрос, повесив это все. Что из этого господин будет брать? Ей на ум не может прийти, что он будет брать это все. Мое дело маленькое. Я перевожу, мол, интересует, за что брать будешь? Он говорит, она что, дура? Я все брать буду. Я говорю, все. Он говорит, как все? Я говорю, ну так все. Она спрашивает, а как он будет расплачиваться? Имей в виду, какой карточкой? Потому что не каждая карточка имеет именно такую сумму. Я ему перевожу. Как будешь расплачиваться? Он вообще не понимает вопроса. Для нашего человека есть две формы расплаты. Это деньгами и натурой. Он побогровел, говорит, что он от меня хочет? Я говорю, карточка есть? Он говорит, нет, фотокарточка у меня. Я ей перевожу, не добившись от него ничего, я ее уже сам перевожу от себя наличными. Вот тут надо описать ее глаза. Вы видели когда-нибудь глаза глубоководного краба? Они с перископическим эффектом. У нее эти глаза шляпнут на два сантиметра вот так вот. Она говорит, как? Наличными. Она говорит, откуда этот господин? Она меня спрашивает. Какое чувство гордости я испытал? Отвечаю ей, он из города Ханты-Мансийск-Сити. Она меня спрашивает, это что, такая богатая страна? А для нее уже Ханты-Мансийск, Монте-Карло, это где-то рядом, так сказать. Она меня уже не слушает, потому что ее взгляд просто скользит мимо меня и приколывается к его рукам. Наш кореш. Сейчас вы тоже испытаете чувство. Необычайной гордости за наш. Наш кореш из города Ханты-Мансийск-Сити. Вытащил из кармана вот такой брикет 100-долларовых купюр. Вот следующую часть фразы. Прочувствуете и вы почувствуете настоящую гордость. Перетянутых резиночек. Она не знала, что их американские, фу, доллары, можно носить в резиночках от старых бегудин. И она не может оторваться от этого зрелища, потому что он по слюням в палец. Со скоростью щахтной машинки, как начало слюнямливать это дело, когда она вот это увидела движение, она захотела уехать в Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийск стал городом ее мечты.